Всем привет! В этом видео я покажу вам секретные достижения, которые можно получить после завершения задания мира под названием Институт Фонтейна, стоящий в руинах. После этого вам нужно будет отправиться в кафе в Гурдой Фонтейне, вот в этом месте, и найти персонажа под именем Хрония, да и поговорить с ответственностью. Почему? Почему она стоит спиной ко мне? Ладно, почему всё так обернулось возмутительно, госпожа Хрония? А, она должна была так стоять спиной, и ты пришла, ты, по крайней мере, ты знаешь правду. Госпожа Хрония, успокойтесь, что с вами? Даже если, даже если мой отчёт не попадёт в газету, что случилось с вашей газетой, напоминаю, что она является репортером газеты «Правая птица» и участвовала с нами в этом задании, которое нужно было выполнить. Да, нам всем интересно, когда же мы увидим вашу газету. Не видели? Не видели точно? Должно быть, вы не видели. Почему у вас такое растерянное выражение лица? Да дело в том, с того дня, как я вернулась из исследовательского института Фонтейна, я работала над статьёй. Я написала в ней обо всём, что видела, слышала и чувствовала. Например, что исследовательский институт устранил далеко не все археумы. И более того, даже инициировал программу, связанную с ними. Один из подчинённых Эдвина был послан обыскать руины исследовательского института Фонтейна, но погиб во время взрыва. Нраймонда, старший технический сотрудник, отказался признать его смерть и настаивал на том, что взрывы были спланированы. А ещё этот вышедший из-под контроля механизм в руинах и из-за жареного озера. Обо всём, что исследовательская институция намеревается скрыть, это всех я написал в своей статье. Но после того, как я отправил статью в газету, мне сказали, что исследовательский институт начал против меня уголовное дело. Согласно требуемым издательству, все мои материалы, связанные с исследовательским институтом Фонтейна, должны пройти проверку на достоверность. Мой отчёт был отозван. Да, проверка не на достоверность. Нет, это проверка не против моего отчёта, а против меня. Если в двух словах, то исследовательский институт заявил, что из-за конфликта интересов я предвзято освещаю события в отчёте и предоставляю общественности неверную информацию. Но разве у тебя есть конфликт интересов с исследовательским институтом? Госпожа Хрония всего лишь сделала пару фото, на которых камни дожили всякие. Какой тут конфликт интересов? Великий Архонт, и ты пролила свет на их моральные принципы? Они обвиняют меня в том, что я раскрыл конфиденциальную информацию по поводу нового вида Фонты. Люди из института настаивают, что на снимках, которые я сделал в руинах, попал проектный вариант новой модели. Они обязаны проверять каждую фотографию. Пока исследовательский институт не отозвёт мой иск, я буду вынужден постоянно проходить проверки на достоверность. Уверена, что институт задумал это, чтобы помешать мне публиковаться, но я не могу сдаться. Вот, возьмите, это копии газеты, которые я напечатал тайком, скоро я начну распространять их. Я расскажу всем правду об институте, а ещё... Эй, госпожа Хрония, почему вы здесь? Вас так долго искали? Нет, кто-то пришёл, мне нужно уходить. Возьмите эти газеты, позаботьтесь о них, сделаю вся правда. Да, согласно предписанию, вы должны явиться во дворец закона для прохождения ежедневной проверки. Не убегайте, госпожа! Это же всего лишь фонды. Наверняка всё это какое-то недоразумение, если вы только объясните. Подождите, подожди, пожалуйста, постойте, госпожа. Да. Досижение получили, плюс особый отчёт. Он будет у нас в инвентаре, для чего, я не знаю. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдёте в описании к этому видео. Пока!